Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала! С вами Элеонор и Гид в Праге. Приглашаю вас на прогулку по территории замка Конопиште. Замок Конопиште находится всего в 50 километрах от Праги. Ежегодно посетить замок приезжает большое количество туристов. Приезжают полюбоваться на его архитектуру, погулять в прекрасном замковом саду, а также познакомиться с коллекциями старинного фарфора, стекла и мебели. Но это еще не все. Последним владельцем замка был наследник огромной Австро-Венгерской империи Франц Фердинанд де Сте. Он не только перестроил замок в стиле ранней французской готики, но и разместил в нем свою уникальную коллекцию старинного оружия и охотничьи трофеи. Франц Фердинанд де Сте приобрел замок в 1887 году, а спустя 13 лет женился на любимой женщине, и Конопиште для них стал уютным семейным гнездышком. Избранница Франца Фердинанда не была ему ровней. Он – представитель семьи Гавсбургов, будущий император Австро-Венгерской империи, а София – всего лишь чешская дворянка, графиня, хоть и из старинного рода. Его дядя император Франц Иосиф всячески сопротивлялся этому браку. Но Фердинанд так страстно любил Софию, что поставил условия – либо она, либо никто. На свадьбу дядя не пришел, но пожаловал Софии титул герцогини. София родит Фердинанду троих детей, только они не будут иметь право на австрийский престол, так как брак был марганатический. Другой страстью Франца Фердинанда была охота. Только представьте себе, за все время охоты он добыл почти 275 тысяч охотничьих трофеев. Его личный рекорд – страшно себе представить даже такое количество – это 2140 добытых животных в течение одного дня. Еще одной страстью его было разведение роз. Давайте зайдем в сад и посмотрим, где они растут. Сейчас ранняя весна, розовые кусты только просыпаются и видны первые листочки. Парк знаменит и прекрасными павлинами, которые спокойно разгуливают среди посетителей. Как я не упрашивала павлина, не захотел он показать во всей красе свой прекрасный хвост. Есть в парке и своя оранжерея с тропическими растениями. Вход туда платный. В сад украшают скульптуры древнеримских богов, которые Франц Фердинанд привез из Италии. При нем не только благоустраивался замок и прекрасный английский парк площадью более 300 гектаров, но были введены достаточно строгие правила. Никто не имел права без его разрешения заходить на территорию парка. Если какой-то крестьянин из соседней деревни запредал по грибы, по ягоды и был пойман, то Фердинанд мог лично участвовать в выборе наказания для нерадивого нарушителя. Неприятный в общении в официальном кругу. Он при этом был любящий отец и муж. Во время визитов Сараева на Фердинанда будет совершено покушение. Смертельно раненый выстрелом в шею, он успеет прошептать жене. «Софи, не умирай, останься ради детей». Но пули попали Софи в живот. До больницы довезти их не успеют. Вот так печально закончится один из самых известных и романтичных любовных романов 20 века. Замок Конопишты сейчас является музеем и открыт для посетителей с апреля по октябрь. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мои контакты для заказа экскурсии в замок Конопишты есть в описании. До скорой встречи!